Такая уловка, чтобы пиво такое вкусное, наваристым казалось. Они в пиво тогда стиральный порошок сыпали. Пенистая. Ну а сейчас получу и кобальт. Вчера в 12-м часу вечера директор ТАО, ведущий нашей телепередачи, да и что скрывать, просто телезвезда Среднего Урала Иннокентий Шеремец самолично прочитал лекцию о вреде пива в магазине «Пивлавка» на Лаунчарского. Случилась эта лекция в рамках очередного антиалкогольного рейда общественников, в котором участвовали, как обычно, областной руководитель федерального партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, директор ТАО Иннокентий Шеремец и съемочная бригада канала «Лайв», которая вела прямую трансляцию в Интерсети, конкретно в сообществе «Типичный Екатеринбург», которая является СМИ, ну и, кстати, прямую трансляцию посмотрело более 10 тысяч зрителей. В ходе рейда народные контролеры громили не фунфырышные, как они это любят, а в этот раз налегли на пивко. Отработали тему продажи пива после 11 вечера в пивных магазинах, которые по мановению какой-то палочки, именно после 23.00 до утра превращаются, да нет, не в элегантные шорты, а в точки общепита. То есть днем это обычный магаз, а вечером вдруг он переквалифицируется в закусочную. Каждый из тех, кто любит пиво, с таким трюком в Екатеринбурге да не только наверняка сталкивался, и мало кого это возмущало. А вот народные контролеры решили проверить, насколько законно в таких магазинах-трансформерах торгуют пивом, читая алкоголем, после 11 вечера. Насколько реально ближе к полуночи у них отрастает общепит. Да, в ресторанах, харчевнях и прочих кабаках закон разрешает торговать пойлом круглые сутки. Но вот только пить теоретически можно лишь в недрах самого кабака. И вот первая проверенная точка. Магазин Пивко на Пионерке. Время 12 час вечера, но внутри идет довольно-таки бойкая торговля пивом. Администратор Венера настаивает, все, дескать, законно. Сейчас это закусочное. Вот нас ученики рисуют, как магазин Пивко может продавать алкогольную продукцию после 11 часов вечера. Скажите, пожалуйста, нам. У нас идет после 11 идет закусочная. Ну, я как говорил, ученики, как... А как вы превращаете в закусочную? По документам у нас днем идет магазин. А можно по всей документам идти? Да, потому что. Вот мы стоим за баром. Микроволновая печь, которая может себе что-то разогреть. Открываем пиво, наверное, да? Налить пивко? Нет, ничего. Здоровый образ жизни, ничего. Какую пивко. Народные контролеры проверили документы. Везде сказано, помещение сдано в аренду под магазин. Про закусочную ни слова. А это ведь, согласитесь, совсем иной вид бизнес-деятельности. А где документы подтверждаются, что вы предприятие общественного питания? Вот. Что это? Сертификат, который мы пищем. Питание закусочное, да? Да. Но самое-то главное. Если это общепит, то где столы, стулья, меню, официанты? И вот тут администраторша взорвала бомбу хохота. Она показала комнату, которая, по ее мнению, хоть как-то оправдывает слово «общепит». У нас есть комната для посетителей. Можно посмотреть ее? Так, сейчас пройдем в комнату для посетителей. Посмотрим, что там. Посетитель закрыл. Нет, давайте. А посетители у вас в Терешке сидят? Вы где-то видели такую закусочную? А где пиво? Дай это пиво. Ой, слушай. Ну, чем в Венере вы не сознавались, кто у вас есть. Есть такая комната. Мы находимся в комнате для посетителей. Это что за гнусные помои тут? Фу. Венера, это что? А почему здесь у вас не убрано? Здесь... Ой, блин, это ж натурально. Это в туалет тут кто-то сходил у вас? Кто-то пописал, да, видимо? Тут протекает крыша. Нет, тут крыша точно не протекает. Тут, по-моему, какой-то мужчина протек. А туалет у вас где? Туалет-то есть у вас? Можно? Мы только что сходили. Сходили? Пацан, а что ты тут делаешь? Кто тебя привел сюда? Тебя за пивком сюда привели? Ты сам пришел? Где у вас туалет? Вот это, да. У вас туалет приличнее выглядит, чем место для посетителей. Хитрожопые барыги вот так. То есть находят какие-то смешные уловки в законодательстве, открывают какие-то коптерки. О, ну это, не знаю, как это назвать. Кстати, а почему там бронированная дверь? Вот для чего она? Не, ну, друзья, согласитесь, это же очень смешно. Закрытая коптерка с тележками – это вот то самое место, где хочется ночью посидеть, попить пивка. Короче, ясно, что вся эта общепитность, мягко говоря, надувательство и очковтирательство. Малый бизнес, которую сверху все время призывают не кошмарить, нашел типа лазейку в законе и заполз в нее ужом. И главное, действует типа как бы по закону. Ну, вот раз в ресторанах нельзя продавать запечатанные бутылки, их ведь обязательно открывают. Ну, а то, что покупатель забирает их с собой, а не пьет в кабаке, так это его право. Так и тут пиво наливают в открытую бутылку, а крышку на выходе покупатель может сам закрутить. Ну, или так унести. Это же его выбор. Они наливают и пробку оставляют открытой. А пробка вот лежит. Пробка же здесь есть. Вот на выходе можно поставить специально на корзиночке лежит с пробками. Покупатель берет сам и ее, наверное, закрывает самостоятельно. Но так ли одинок в Екатеринбурге этот хитро вывернутый ночной пивоторговец? Нет, таких трансформеров порядка 60 в городе, и все они якобы на законных основаниях торгуют алкоголем после 11 вечера. Да что далеко ходить, вот второй проверенный магаз на Лончарского пивлавка. Тут все еще более запущено. Документы оформлены на магазин пивная лавка, а называется он пивлавка, ну типа ребрендинг. А документы-то получаются паленые. Столиками, как в первой точке, тут тоже и не пахло. Не, ну есть такие бутлегеры, которые после 11 вечера выставляют хотя бы для вида 4 пластиковых столика. Тут даже за это не заморачиваются. И пиво продают в закрытых стеклянных бутылках. Это конкретный косяк. Вот такой у нас ночной общепит. Зато народу, как в мавзолее при советской власти. Судя по всему, вот если бы это были студенты, и это было бы учебное время, здесь можно делать, мне кажется, лекцию проводить. Сюда преподавателя ставить, и в определенное время здесь, как штык, будет большое количество народа. Это магазин, который в нарушении всех законов и правилов. С утра мы обязательно обратимся к новому начальнику МВД России по Екатеринбургу, к господину Кулагину. Товарищ пополковник недавно заступил на свою должность. Я думаю, с этой точки-то побороться будет гораздо проще, и законы принимать не надо. Тем более они не стесняются, даже вот так, лучше никто не стесняется. Это просто нагрые барыги. Это барыги. Здесь барыги. И это надо просто на корню пресекать. Поэтому... Народ правда против. Должна быть реакция молниеносная. Я думаю, вот в прямом эфире можно официально обратиться к нашей полиции, к генералу Бородину, и сообщить, смотрите, что происходит. А начальник полиции местный, господин Маликов, начальник отдела полиции номер один, скорее всего знает, но почему-то не реагирует на это. Вот может после этого сюжета и прямого эфира он на это как-то отреагирует. Иннокентий Викторович завтра у себя в передаче расскажет про... Реакция должна быть молниеносной. Мне ситуация гораздо запущена, чем я представлял. Ну, посмотрите, одна молодежь, 20-30 лет... Воспользовавшись прямым эфиром и прямым общением с большим количеством живых людей, Иннокентий Шеремец спонтанно решил прочитать лекцию о вреде пива. Если кому интересна эта тема, вот чем конкретно опасно пиво для человеческого организма, можно найти много толковых статей в сети. Видно, что наш директор погуглил и подковался. Оказывается, реально вредно. Ну, если бухать в чрезмерных количествах. Рядко у кого получается держать себя в рамках. Во-первых, сердце от пива становится бычьим, большим и рыхлым. Повышается давление, ну а дальше инфаркт. Во-вторых, кислотность приводит к гастриту, язве и далее к раку. В-третьих, а для мужиков может это и в-первых, ухудшается качество спермы и в итоге импотенция. В-четвертых, от пива в организме вырабатываются женские гормоны. Грудь становится большой и отвислой. Растет живот. Ну, короче, вреда оказывается больше, чем кайфа. Опять же, кто-то умный почитал, что пивной алкоголизм развивается в 4 раза быстрее водочного. Не, ну вот тут спасибо. Тут успокоили. Ну и опять же, что немаловажно, пиво, как и любой алкоголь, бьет по мозгам и человек начинает, мягко говоря, чудить и барагозить. А в России 80% преступлений совершаются под синькой. Убийства, изнасилования, грабежи, разбои. Но не забывайте о пьяных автокатастрофах и пожарах. Примерно о том же самом Иннокентий Шеремет вещал любителям пива в ночи. Все на пучве алкоголя происходит. Ну, здесь вот просто капец какой-то. Девчонки после этого рожают уродов. А потом, боже мой, начинаются рассказы. Солнечные дети. Как это замечательно. Мы их не должны бросать. Всем миром мы должны помогать. Нет, конечно, там у кого-то там сбой генов. Что-то такое произошло. Ну, извините, подавляющее большинство это алкоголь, курева, ну и наркотики, чтобы они там не говорили. Кстати, вот нам читатели... Я еще раз говорю, в этом году зафиксировали резкий спад рождаемости в стране. И резко повысилась смертность. Отчего? В детородный возраст вступили дети 90. Не то, что они мало рожают, а их вообще было мало. Если кто-то помнит, что в 90-е... Святые 90-е в нашей стране творилось. Это же был полный аху. Вот. Детей мало рождалось. Они не в состоянии, сколько бы они ни рожали, восполнить. Мы стремительно начали опять сокращаться. Ну вот сейчас паспорта украинцам раздадим беженцам. Да, официально объявят, что много. А на самом деле мы спадаем, и тут одна молодежь набита. Вот девчонки это пиво напьются, у них гормональный сбой, они точно уродов только от них родят. Состоялось издание комитета аграрной политики и рабочей группы по изменению законодательства областного в плане торговли алкогольной продукцией. Генерал Бородин, начальник полицейского главка, внес предложение губернатору ограничить время продажи алкогольной продукции на территории Свердловской области и запретить продавать алкогольную продукцию в помещениях, которые переведены в нежилой фонд, которые находятся в жилых домах, магазины, и запретить продавать алкогольную продукцию с 9 вечера. Я вообще 11 лет как это дело бросил, вам всем очень это советую. Я никогда, у меня больших проблем с этим не было, я никогда не запивался, но я просто, я другой человек, и вам очень советую. У вас жизнь изменится. Я просто с вами хотела воспитательную беседу провести. Ого С-бать!